Здравствуйте! Приятно вас видеть. Давайте проверим звук. Видно меня? Слышно? Отлично! Если видно и слышно, тогда не будем терять времени. И начнем. Итак, зовут меня Екатерина Илюшина. Я являюсь представителем компании Costa Cruises в России. И сегодня мы с вами в рамках выставки поговорим о наших маршрутах по Арабским Эмиратам, на которые в сезоне зима 2021-2022 становится наш новейший лайнер, который называется Costa Florencia. Итак, в течение всего вебинара мы будем говорить с вами именно об этом маршруте, об этом лайнере и о преимуществах этого маршрута, как их можно забронировать, как их предлагают. И окончим мы это все информацией о том, как происходит круиз, как он будет происходить в реалиях пандемии. Итак, начнем с вами с самого прекрасного момента этой презентации. Давайте познакомимся с нашим новым, великолепным, красивейшим лайнером, который называется Costa Florencia. Ну и название, конечно же, говорит само за себя. Итак, Costa Florencia построена в Италии на верфи Финкантери. Длина, ширина лайнера вы видите на экране цифры, но сразу скажу, что Costa Florencia не является самым большим лайнером в нашем флоте. Он не вмещает, как, например, Costa Smeralda, 6000 пассажиров. Здесь мы ограничиваемся четырьмя, четырьмя с половиной тысячами пассажирами. То есть это такой лайнер-бутик, который позволяет путешествовать в необыкновенной красоте, с итальянским шиком, ну и в данном случае мы будем с вами путешествовать по Арабским Эмиратам, по Персидскому заливу. Лайнер имеет 18 пауг. Гостевых кают на лайнере немного больше двух тысяч, то есть 2116 кают. Но Ференция, дело в том, что мы как компания итальянская, и по-итальянски Флоренция это Ференция, поэтому лайнер можно называть как Costa Florencia на итальянский манер, ну или если переводить уже по-русски, тогда это будет Costa Florencia. Коллеги, да, кстати, забыла напомнить, что я вижу ваши комментарии в чате, поэтому если по ходу моего рассказа у вас возникают какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите, я вижу и постараюсь на все вопросы дать ответ. И таким образом мы в течение нашего вебинара дадим самую полную информацию, которая вас интересует. А сейчас я хотела бы предложить вам посмотреть небольшое видео, которое представит вам нашу Costa Florencia. Я надеюсь, что сейчас у нас все сработает и будет со звуком функционировать. Доброе утро всем! Я нахожусь в особом месте, чтобы рассказать вам особую историю. Занавес! Я на Costa Florencia, новейшем лайнере нашего флота. Costa Florencia – это тематический корабль, вдохновленный эпохой Возрождения, с развлечениями на любой вкус. Например, наш аквапарк с тремя водными горками идеально подходит для отдыха всей семьей, а еще парк приключений Роупгарден, подвешенный над морем, мини-футбольное поле и поле для мини-гольфа. Дети и подростки могут отдыхать в Тинзон и Сквок-клаб, которые также имеют отдельные открытые площадки, чтобы весело проводить время с другими детьми в полной безопасности. На бахту лайнера молодые пары найдут для себя лучшие блюда итальянской азиатской кухни. Помидора – дом настоящей неаполитанской пиццы, стейкхаус Фьюрентино с лучшим итальянским мясом, димсам с ассортиментом лапши и пельменей, хот-под, где готовят мясо, рыбу или овощи прямо в китайском бульоне, типаньяки с оригинальными кулинарными акробатическими шоу и сушина, где можно попробовать о пересуши. А для отработки всех этих деликатесов у нас есть тренажерный зал с 36 тренажерами техно-джим для тренировок на берегу моря и специальная открытая зона для йоги. Конечно, все с видом на море. Наши гости в возрасте оценят открытые пространства, где они могут наслаждаться морем и солнцем в полном спокойствии. Лонж-бар де ла моде идеально подходит для знакомства с новыми друзьями, Джордино де Фьори прекрасно подходит для аперитива на закате, а на палубе Версилия Саншайн можно выпить коктейль у бассейна. Вы также можете позавтракать, пообедать и поужать на Коста Ференсе на открытом воздухе с видом на море. На борту располагается спа-центр Соли Мио, приватный спа с видом на море, где вы можете насладиться уединением с вашим спутником и попробовать сауну, джакузи, зону отдыха и процедуры. Я многое вам рассказала, но предстоит еще многое узнать. Все, что мне нужно сделать, это пригласить вас на борт Коста Ференсе. Оставайтесь с нами, осталось еще так много секретов, которые нужно открыть. Так, что-нибудь с видом не на море у нас тоже есть, это внутренние каюты, о которых мы сегодня тоже поговорим. Итак, Коста Ференция – это возрождение, это эпоха возрождения в очень современном отображении. Это необыкновенная красота. Это лайнер, который воплощает в себе итальянский вкус, красоте в каждой детали, черпая свое вдохновение, конечно же, во Ференции. Эпоха возрождения, ренессанс оживает во всех пространствах на борту, и гости полностью погружаются в эстетику итальянского образа жизни. Коста Ференция открывает свои общественные пространства, и этот лайнер будет отличаться от других тем, что у него очень много больших открытых общественных зон. И все эти пространства наполнены гармонией прогулок по улицам и площадям Флоренции. То есть вы, прогуливаясь по лайнеру, будете прогуливаться по Флоренции, по ее улицам, останавливаться, попить кофе на площади Флоренции, и увидите всю ту атмосферу, которую вы получали, то наслаждение, которое вы получали во Флоренции. На борту очень много лестниц, пространства, баров, в которых, конечно же, можно и нужно выпить. Аперитив или потом диджестив, рестораны, где можно покушать деликатесы, конечно же, бассейны, спортивные площадки. И еще одна отличительная особенность этого лайнера будет заключаться в том, что этот лайнер предлагает очень большие пространства на открытом воздухе. И теперь вы сможете еще и не только насладиться коктейлем, там бары, которые расположены на открытом воздухе, но еще и фудкорт, который тоже располагается на открытом воздухе, и можно есть, кушать уже так же с видом на море. Друзья, я вижу, что вы мне также пишите вопросы и по поводу спутника, и по поводу алкоголя. Все эти вопросы мы обсудим в течение моей презентации, и потом, если у вас уже останутся дополнительные к этому вопросы, обязательно я на все отвечу. Итак, конечно же, как итальянская круизная компания, самым главным акцентом на борту всех наших лайнеров является еда, является гастрономия. И, пребывая на лайнеры Косты, вы совершаете также еще и гастрономическое путешествие. Но Косты Флоренция, она и в этом отличается от всех других наших кораблей, потому что этот лайнер, который предложит самое большое количество тематических ресторанов на борту. Рестораны будут различных кухонь, то есть от итальянской классической до азиатской. Итак, на борту у нас с вами располагаются 13 различных тематических ресторанов. Основной ресторан, где у вас будет закреплен за вами столик, и вы будете вкушать прекрасные ужины, это ресторан Дэй Медичи. Но помимо этого ресторана, мы предлагаем вам возможность заказать ужины и в других ресторанах. Например, ресторан Sea Food, где можно поесть деликатесы морские. Конечно же, ресторан Типаньяки, где прямо перед вами будет происходить акробатическое фуд-шоу во время приготовления ваших блюд. Ресторан Steak House или ресторан Казанова, это рестораны, которые предложат вам изысканные мясные деликатесы, и, конечно же, известные флорентийские стейки также подаются в этом ресторане. Хотела бы еще отметить отдельный ресторан, так называемый уголок Фрескобальди. Дело в том, что в этом ресторане вы сможете насладиться винами, произведенными в одной из самых старейших виноделин Тосканы. И в тот момент, когда вы, например, будете делать дегустацию в этом ресторане, вы насладитесь пятью видами вин из этой винодельни в сопровождении восхитительных закусок и, помимо этого, совершите еще виртуальный тур по винодельне, по дому Фрескобальди и узнаете очень много интересного для тех, кто действительно ценит вина. Итак, помимо еды на борту Коста-Флоренции мы с вами будем наслаждаться и другими пространствами. Ну, например, на борту у нас более восьми различных баров. И, конечно же, среди этих баров мы предлагаем бар Апероль, бар, который... бары, которые располагаются и на других наших лайнерах, но также и на этом. Конечно же, это и бар Кампари, и, конечно же, это мороженое Амарио, которое будет предлагать мороженое, настоящее итальянское мороженое, которое вы могли пробовать во Флоренции. То есть различные пространства, проходя по улицам, очень много всяких спецэффектов, очень много красивого интерьера, в котором вы позволите себе выпить чашечку кофе, насладиться коктейлем и просто провести время. Конечно же, на борту у нас есть театр, конечно же, есть казино и оздоровительные центры. И, опять же, отдельно хотелось бы отметить те открытые пространства на борту, в которых можно будет прекрасно проводить время. Например, вот сад Джордино де Фьори, где можно уединиться и насладиться чудесным видом среди цветов. Это незабываемо. Ну и, конечно же, множество развлечений, как без них. Поэтому на борту, как я уже говорила, у нас есть казино для тех, кто любит попробовать свою удачу. Конечно же, для любителей вечернего времяпрепровождения театр. Театр исполнен в очень классическом стиле, тоже красивейший театр. И спа-салон, где можно также расслабиться и сделать себе некоторые процедуры, расслабляющие уже тело. Спортивный зал. Ну и, конечно же, центр, центр лайнера Версилия, палуба Версилия с бассейнами, с джакузи, которая также сделана в таком флорентийском стиле, где вы сможете и принять пищу, позавтракать, пообедать и поужинать. И рядом насладиться в таких уединенных зонах и поплавать в бассейне. То есть все это ожидает вас на борту нашей чудесной Коста-Флоренции. Итак, идем с вами, конечно же, в нашу каюту. Каюта – это отдельная жемчужина этого лайнера. Дело в том, что дизайн этих кают разрабатывался итальянскими дизайнерами с учетом каждой детали. То есть в вашей каюте вы найдете абсолютное расслабление. При этом вы насладитесь тем качеством материалов, из которых создан интерьер этой каюты. Ну и, конечно же, это будет ваш собственный уголок Флоренции в этом путешествии уединенный, где вы сможете полностью расслабиться. Каюты на борту классические. Это внутренние каюты с окном, каюты с балконом и каюты класса Сьют. При выборе, когда мы будем изучать с вами «Как бронировать круиз», мы поговорим о каждой из этих кают. Ну и, конечно же, не забываем о наших детях, потому что мы ездим, как правило, отдыхать с детьми. Нам очень важно, чтобы наши дети на борту были так же наслаждались, как и взрослые. И здесь как раз с этим все прекрасно, потому что на борту у нас есть две детские зоны внутри палубы и с открытыми пространствами. Детский клуб «Скок» и зона для тинейнджеров «Тинзон», которые позволяют оставить ваших детей абсолютно бесплатно с нашими аниматорами и в это время самим наслаждаться отдыхом и дать возможность детям насладиться этим отдыхом сполна. На борту также есть аквапарк с тремя разными горками различной высоты для вас и ваших детей. Пуля для мини-гольфа, мини-футбольная площадка и веревочный парк с тибетскими мостами для тех, кто уже у нас самый такой любит немного экстрима для того, чтобы полюбоваться морем с высоты уже вот этого веревочного парка. веревочного и на с